Тема сегодняшней лекции будет цифровой фотомонтаж, часть первая. Хотя половина лекций будет посвящена графическим моделям и формату марковских случайных полей, каркасу марковских случайных полей и их применение пока в более узком смысле к сегментации изображений и сшивке изображений. В чем состоит задача фотомонтажа? Задача фотомонтажа это манипулирование отдельными объектами сцены, при котором требуется высокое визуальное качество. Под манипулированием можно понимать добавление нового объекта в сцену, так чтобы это было незаметно, удаление объекта. Если объект удаляем, то под ним приходится восстанавливать фон. И композиция одного изображения из нескольких. В сегодняшней лекции мы посмотрим некоторые части из этих задач. Вначале нужно рассмотреть модель формирования изображения. Как мы считаем, формируется изображение? Если мы считаем, что оно состоит из нескольких объектов. Мы представляем изображение как композицию объекта интереса и фона. При этом из-за дискретизации у нас обязательно будут пикселы, в которых часть пиксела занимает объект, а часть пиксела занимает фон. Значит, в этой части цвет пиксела является результатом смешения цвета объекта и фона с некоторым весом. Мы можем разложить изображение в маску объекта. Причем в этой маске объекта задается для каждой точки вес альфа, степень прозрачности объекта. То есть фактически степень, с которой происходит смешение цвета объекта за одной отдельной картой и цвета маски. Плюс мы можем добавить инвертированную маску объекта и фон. Маску объекта еще можно назвать картой прозрачности или картой непрозрачности. По-русски проще называть карта прозрачности, а по-английски карта непрозрачности. Опасите мат. Видно, что здесь фон восстановлен не очень качественно, просто произошло такое размытие и диффузия. Но это не суть важна. В принципе, вот эта композиция цвета объекта, цвета фона, взятая с заданными весами, позволит нам получить исходное изображение так же качественно, как оно есть. Задача выделения объекта вместе с картой прозрачности называется задачей матирования. От английского мэттинг. Мэттинг идет из создания кинофильмов, когда в самом начале момента появления кино брали стекло, рисовали на нем изображение каких-то объектов и добавляли в сцену. Например, фотографировали, снимали что-то через стекло с нарисованным фоном и создавалось впечатление, что человек едет по улице, когда на самом деле он сидит в студии. Формально наша задача для каждого пиксела изображения определить значение прозрачности альфа из интервала 0.1. Для всех пикселей с альфа больше 0 определить цвет пикселя объекта. В принципе, мы можем добавить еще для всех пикселов с альфа больше 0, но меньше 1 определить цвет фона. При смешивании полученного фона с изображением должно получиться исходное изображение, как показано здесь. С очевидностью эта задача сильно недопределена. Потому что сцена, во-первых, состоит из множества объектов. Какой из объектов интересует пользователя? Что нужно выделить на этом изображении? Непонятно. Во-вторых, для каждого пикселя объекта нам нужно оценить сразу несколько параметров. Нам нужно оценить прозрачность, цвет объекта и цвет фона. То есть всего это 7 параметров, а реально у нас есть только 3 параметра цвета. Поэтому в общем случае задача может решиться автоматически, только если мы будем снимать изображение в специальных условиях. Эти два специальных условия это контрастный зеленый фон или так называемый люмокинг. Контрастный фон мы снимаем объект на однородном фоне определенного цвета. Это либо синий экран, либо чаще используется сейчас зеленый экран. Широко применяется в кино и телевидении. Мы знаем четко цвет фона. Если мы знаем цвет фона и знаем цвет объекта, тогда мы можем достаточно качественно выделить объект. Делать это можно в реальном времени и выделять даже прозрачные объекты. А люмокинг в этом подходе альфа-канал, то есть прозрачность получается путем применения фильтров яркости и контрастности к изображению. То есть мы выделяем яркие части изображения. Сейчас я покажу, например. Стандартный хромокинг или зеленый фон показан здесь. Вот кадр из фильма. Мужественно сидит водитель. В автомобиле, который стоит, выделяется карта прозрачности и все границы, и затем накладывается на фон, получается спецэффект. Собственно, за счет того, что съемки на зеленом фоне сейчас такие дешевые и снимаются очень быстро, это сделать очень дешево, в большинстве телесериалов половина всех сцен проходит в павильоне. То есть если в телесериале показывают, как персонажи вбегают, например, в аэропорт, или сидят, идут где-то по улице, скорее всего это все дело в павильоне, а задний фон просто наложили. За счет этого можно резко снизить стоимость. Если мы снимаем на улице, то мы зеленый фон огромный поставить не можем, но если мы снимаем на фоне неба, то небо обычно гораздо светлее, и можно выделить небо по яркости. Вот, например, так делалось в дневном дозоре, выделялась самая яркая область, более-менее равномерное небо, и тогда опять же выделялся фон, и накладывались дополнительные объекты. Вот получается кадр сходного фильма. Но это фактически единственное, что можно сделать автоматически. Если у нас есть только одно изображение, нам не обойтись без взаимодействия с пользователем. И стандартный подход с опорой на взаимодействие с пользователем это декомпозиция задачи в несколько более простых. То есть вначале нам нужно выделить объект примерно, так называемой жесткой сегментацией, по пользовательскому вводу определить маску объекта, в котором мы можем разбить объект либо на две части, указать, что это либо принадлежит фону, либо принадлежит объекту жестко, либо добавить туда еще некоторый параметр неопределено. Если мы добавляем параметр неопределено, тогда у нас получается не совсем бинарная сегментация, а так называемая три карта, траймэп. Слева показаны красными и синими масками то, что выделил пользователь. Он сказал, что вот это пиксели, принадлежащие объекту, а синие это пиксели, принадлежащие фону. Вначале нужно применить алгоритм сегментации, получить маску, затем уже применить собственно мотирование, задачей которой является уточнить неизвестное значение прозрачности в части области изображения и одновременно с этим вычислить исходный цвет объекта. Сегодня мы будем рассматривать в основном первую часть, а именно как отсегментировать объект. После того, как мы объект отсегментируем с прозрачностью или даже без прозрачности, мы уже можем строить другую сцену. Если у нас нет карты прозрачности, то из-за алиайзинга мы увидим яркие границы и объект будет выделяться. Если мы выделились прозрачностью, то в области алиайзинга происходит смешение, по-английски blending, и объект встраивается более качественно. Соответственно, то, что мы сегодня посмотрим, это интерактивную сегментацию изображений, а рассматривать интерактивную сегментацию изображений сейчас нельзя без некоторого введения в графические модели. И раз уж мы обсуждаем графические модели, то можно посмотреть вторую задачу, где они активно используются. Это шивка изображений, получение коллажа из нескольких изображений. А точнее, одна часть этой задачи — вычисление оптимальных линий шивки. В интерактивной сегментации мы посмотрим несколько простых методов и более современные. Это есть магическая палочка, ножницы, интерактивные разрезы графов, так называемое ленивое прилипание, по-русски звучит ужасно, лучше, наверное, сказать, что это ленивое прилипание, и метод GrabCut. Метод GrabCut лег в основу инструмента из офиса 2009, удаление фона. Можно сравнить, запустить. Я обычно запускаю, можно посмотреть, как он работает. Общая проблема у всех методов интерактивной сегментации, с которой сталкиваются исследователи при публикации статей, это отсутствие метрики качества. Совершенно непонятно, как оценить качество сегментации, потому что сравнить результаты можно субъективно, и многие методы отличаются типом пользовательского ввода и его объемом. Можно методы сравнить, например, по количеству мазков, которые пользователю нужно нанести для того, чтобы аккуратно выделить объект. Какие есть методы простые выделения объектов? Самый первый метод выделения объектов это волшебная палочка Magic Wand, который в фотошопе реализован и работает крайне примитивно. Пользователь просит указать на пиксель объекта и задать порог. Считается, что этот пиксель объекта имеет характерный цвет. Соответственно, алгоритм относит к объекту область, включающую данный пиксель, в которую входят пиксели, цвета которых отличаются от цвета заданного не больше, чем на порог. То есть, абсолютно примитивная сегментация. Можно сказать, что эта область связанная, можно сделать ее не связанной, в фотошопе есть соответствующие галочки. И затем пользователь должен кликать этой магической палочкой до тех пор, пока не получит желаемого результата. Часто этот процесс может идти бесконечно, потому что магическая палочка работает плохо. Если объекты состоят из очень разных цветов, сложный реальный человек, то выделить его очень сложно. Если мы хотим выделить оранжевый баскетбольный мячик на зеленой траве, то тогда он сработает гораздо лучше. Но ни для чего более сложно, он не работает. Второй этапный метод вычисления интерактивной сегментации был описан в 1995 году на Сиграфе, то есть тоже достаточно недавно. Он опирался на уже графическое представление, на представление изображения в виде графа. Мы строим граф по изображению. Граф взвешенный, не ориентированный. Это значит, что пиксели у нас будут соответствовать вершинам графа, то есть каждому пикселю мы поставим в соответствии вершину графа. Соседние пиксели мы соединим ребрами. На ребра, каждому ребру мы зададим вес. Вес будем задавать пропорционально потенциальной границе на изображении. То есть чем более вероятно, что здесь проходит граница, тем, соответственно, ниже вес. Затем пользователю уже даем возможность работать с изображением. Пользователь, по идее, должен указать две точки на границе объекта, например, здесь и здесь. И алгоритм строит потенциальную границу как путь в графе минимальной стоимости. Путь в графе минимальной стоимости это алгоритм Дейкстера на основе динамического программирования. Достаточно простой метод, классический. Вот он строит такую границу. Это реально пример фантастический, потому что для того, чтобы найти границу такого объекта, пользователю приходится кликать достаточно много раз. Умные ножницы они называются, потому что из-за того, что веса на границе они минимальные, найденный минимальный путь стремится пройтись вдоль границ. Но там, где возникают очень контрастные границы, пересекающие искомую границу, там метод часто ошибается, и граница уходит далеко. Что недостаточно. Поэтому кликать на границы приходится достаточно часто, чтобы он прошел. Соответственно, плюсом метода является то, что алгоритм на основе динамического программирования можно очень хорошо реализовать, работать будет быстро. То есть, кто работает с фотошопом, видишь, там просто кликаешь, и он почти мгновенно границу рисует. Но если область очень хаотичная, например, там сильная текстура, то есть, если мы попытаемся на фотографии леса что-то сделать, то у нас граница будет гулять, потому что там очень много градиентов, и приклеиваться будет к неправильным местам. Это тяжело. Следующим этапным алгоритмом, на котором придется остановиться подольше, это непосредственно интерактивные разрезы графов, которые придуманы нашим бывшим соотечественником Юрием Бойковым, вместе с его, по-моему, аспиранткой Мари Пирджоли в 2000 году. Алгоритм стал де-факто эталонным алгоритмом интерактивной сегментации, все с ним сравниваются. Применение этого алгоритма, естественно, было университетом запатентовано, поэтому другим компаниям, типа Microsoft, для того, чтобы реализовать ее в своем продукте, пришлось изобретать что-то такое похожее, но свое, чтобы можно было отдельно запатентовать тоже. В отличие от предыдущих методов, где пользователю нужно указывать либо только пиксели объекта, либо точки на границе, здесь пользователь должен наносить мазки на изображение. Еще они называются скрибл. То есть вот показаны красным и синим ряд мазков. Причем видно, что здесь поставлен один мазок в сложной области, близко к границе, там, где красный сильно текстурированный. Соответственно, пиксели, принадлежащие объекту, указанные пользователем, помечаются как объект О, принадлежащие фону, как B, background. Задачу можно сформулировать более математически в следующем виде. Пусть у нас N пикселей в изображении, каждому пикселю мы поставим в соответствии переменную Y1, Yn и Yt. Для каждого пикселя нам нужно определить ее значение. 0, этот пиксель принадлежит фону, 1, пиксель принадлежит объекту. Наша задача, это задача разметки изображений. Нужно для каждой переменной, соответствующей каждому пикселю, определить значение этого пикселя. Все множество наших переменных, поскольку мы не знаем их значения, называется вероятностным полем, random field. Вероятностные поля, это объект, который по самому названию поля, часто возникает в физике. В физике есть много разных полей, электромагнитные поля, гравитационное поле. Соответственно, методы для работы с такими полями пришли из статистической физики. И оттуда пришли основания. Вот, можно так сказать, что мы задали на изображении набор наших переменных, и нам нужно определить их значение. То есть красный это принадлежит объекту, синий принадлежит фону. Это должен быть такой результат. Мы понимаем, что все эти переменные не независимы. Поскольку они все лежат на изображении, и изображение не меняется резко, то есть какие-то взаимосвязи между соседними переменными. Нам бы хотелось эти зависимости как-то учитывать, но метод, который их должен учитывать, должен все еще быть вычислимым на практике. То есть что бы можно было вычислять. То есть нам нужно решить некоторую там оптимизационную задачу с миллионом переменных для картинки в мегапиксель, но так, чтобы компьютер все-таки это потянул. Для учета, вот как раз для решения задачи на вероятностных полях с локальными зависимостями, то есть когда переменные зависят от соседних, как раз придуман аппарат графических моделей. Эта графическая модель это некоторая формализация задачи определения значений случайных полей, в которых между переменными есть зависимости. Более формально, то есть одним из классических формализаций случайных полей с локальными зависимостями является понятие марковского случайного поля. Есть марковские цепи, и по аналогии с марковскими цепями можно ввести марковское случайное поле. Что это такое? Пусть у нас имеется граф G, состоящий из множества вершин V и ребер E. Граф неориентированный, то есть у каждого ребра нет ориентации. Пусть теперь у нас имеется множество переменных Y большое, индексированных вершинами графа G. То есть фактически у нас каждая вершиня графа соответствует одна своя переменная. Будем говорить, что случайное поле Y является марковским случайным полем, если на нем выполняется условие марковости. А условие марковости такое. Условная вероятность распределения значения переменной Y и T зависит только от переменных, которые индексированы вершинами, являющихся соседними для вершины, для этой вершины. То есть, вот, например, если мы возьмем такое очень простое марковское поле из четырех переменных, точнее, случайное поле из четырех переменных, для того, чтобы оно было марковским полем, нужно, чтобы условная вероятность переменной Y1 от значений всех остальных переменных равнялась условной вероятности переменной Y1 только от ее соседей. То есть, от переменных Y2 и Y3. Понятно, что если у нас, например, сетка была очень большой, то это существенное упрощение зависимости. Это фактически указания, от каких переменных мы зависим. Только от тех, для которых есть соответствующие ребра данной вершины. Такое существенное упрощение. Проблема в чем возникает? Нам нужно оценивать совместное распределение всех переменных. Но на практике расписать совместное распределение всех переменных мы не можем. Это сложно. Для миллиона переменных непонятно, как это сделать. Мы для изображения или для других объектов могли бы задать условную вероятность, то есть, зависимость одной переменной от своих соседей. Например, если это у нас изображение, то мы могли сказать, что если цвета пикселов соседних сильно отличаются, тогда скорее всего метки могут быть разные. а если цвета пикселей похожи, тогда скорее метки должны быть одинаковые. Примерно в таком виде мы могли бы сформировать эти зависимости. Проблема как раз в том, что нам нужно научиться как-то определять совместное распределение при наличии только локальных условных вероятностей. Было непонятно, как это можно сделать, но физики нашли для этого ответ. Ответ пришел с достаточно неожиданной стороны. В случайных полях было также сформулировано понятие поле гипса, которое идет опять же из энергии. Случайное поле является полем гипса на графе G, тогда когда совместную вероятность распределения всех переменных игрок можно записать в виде распределения гипса. Распределение гипса P от Y это 1 деленное на нормировочный коэффициент Z E в степени минус 1T на U от Y, где U от Y это функция энергии, которая можно записать в виде суммы функций, потенциальных функций от переменных случайного поля заданных на кликах графа. Что такое клика графа? Помню. В первом курсе в МК дискретной математике обсуждались графы. Там вводилось понятие клика графа. подграфа. Расскажи, раз ты помнишь. Клика называется подграф, который есть все возможные связи. вообще по-моему клик это просто подграф. Сейчас. Да, в котором есть все возможные связи. Вот такое достаточно замороченное определение. Примером поля гипса являлась так называемая модель айзинга. например она сдавалась для разных видов полей например для атомов и спинов. Допустим у нас имеется некоторая система атомов. У каждого атома есть свой спин, который мы можем задать в виде минус единицы или плюс единицы. То есть ориентация спинов. Нам нужно для поля например посчитать сколько атомов у поля с заданным спином в зависимости от материала. мы можем сказать что два соседних атома значение двух соседних атомов зависит значение спинов двух соседних атомов в решетке зависят друг от друга. При этом зависимость можно записать в простом виде как парное произведение значения спинов на некоторый вес. Причем вес больше нуля если материал ферромагнетик то есть соседние атомы что это получается если у нас сейчас или наоборот сейчас увидим если значение спинов одинаковые значит произведение у нас положительное умножаем на положительный коэффициент значит значение потенциальной функции тоже положительное в этом случае поскольку мы берем функцию с минусом минус 1t в этом случае значит значение энергии у нас уменьшается и значение всей функции возрастает значит вероятность такой конфигурации повышается окей все нормально если вес отрицательный тогда энергия у нас получается растет если значение точнее энергия у нас уменьшается если значение спинов разное и опять же вероятность такой конфигурации когда соседние спины разные тоже повышается и доказали следующую теорему что случайное поле является марковским случайным полем на графе g тогда и только тогда когда оно является полем гипса это фундаментальная теорема в графических моделях которую несколько раз доказывали придумывая разные доказательства теорема фундаментальная потому что она позволяет расписать совместную вероятность распределения переменных через более простые функции через потенциальные функции на кликах то есть через локальные зависимости вот у нас имеется некоторый граф мы можем расписать его совместную вероятность в таком вот виде где функция у зависит от простых функций на кликах простейшей кликой в графе является сама вершина более сложной кликой является любое ребро графа что две вершины могут соединены одним ребром здесь никто не говорит что нам нужно определить всевозможные функции то есть если мы возьмем граф решетку то нам достаточно определить потенциальные функции на ребрах и мы уже сразу говорим что мы задали граф задали на нем потенциальные функции на ребрах тогда это случайное поле является уже полем гипса и является марковским полем и мы можем вычислять совместное распределение то что нам и нужно соответственно задача нахождения наиболее вероятной конфигурации переменных в марксовском поле называется задачей вывода и она эквивалентна задачи минимизации энергии в поле гипса вот свой задача максимизации совместного распределения переменных есть максимизация вероятности заданной в поле гипса или задача минимума суммы энергии суммы потенциальных функций вот мы получили очень хороший результат мы расписали максимизацию совместной вероятности через поиск минимума суммы достаточно простых функций для понимания удобнее всего записывать энергию в виде суммы потенциальных функций на кликах определенного размера вплоть до максимального размера клики в графе то есть мы можем записать энергию как сумму клик размерности 1 то есть на вершинах плюс сумму всех функций заданных на ребрах клики размером 2 плюс на 3 и так далее до максимальной клики в графе в принципе мы можем свести энергию короткой записи на максимальных кликах это в общем идентично эквивалентная запись но это не обязательно проще расписать через клики разного размера в практических задачах вот до недавнего момента клики высокого порядка не рассматривались поэтому рассматривались только клики размера 1 и 2 поэтому все поле можно определить задав некоторые потенциальные функции на вершинах и потенциальные функции на ребрах ну да на прямоугольном ничто не мешает почему например для изображения зависимости только может быть может быть по диагонали мы можем задавать более сложные варианты то есть один из например сейчас актуальных вопросов это как раз есть у нас какая-то задача на изображении мы хотим определить конфигурацию решетки на которой оптимально решить какую-то задачу распознавания объекта то есть собственно от чего зависит то есть найти структуру зависимости потенциальные функции на вершинах называются унарными потенциалами потенциальные функции на ребрах называются парными потенциалами это практически все чем мы ограничиваемся дальше если мы задали унарные парные потенциалы тогда совместную вероятность можно расписать в следующем виде в виде произведения унарных потенциалов на произведение всех парных потенциалов где соответственно унарные потенциалы это е в степени минус потенциальная унарная потенциальная функция а распределение совместная переменных на ребрах это е в степени минус 1 на t на парный потенциал вопрос как задавать потенциальные функции в принципе мы их можем задавать практически любым способом то есть как угодно вот как модели айзинга например как произведение но для того чтобы использовать статистические формулировки удобно потенциальные функции задавать в следующем виде как минус логарифм от вероятности значит y1 и на ребрах как минус логарифм совместного распределения yi yj в этом случае если у нас есть какие-то статистики для распределения переменных y1 и для попарного распределения y1 yj мы можем воспользовавшись ими расписать общую вероятность то есть совместная вероятность распределения переменных y будет 1 на z на e в степени минус сумма минус логарифм вероятности y и минус сумма логарифмов совместной вероятности y и и и соответственно выполнив преобразования получим что совместное распределение на случайном поле y есть произведение распределений переменных y jt и на произведение всех попарных совместных распределений yt yj соответственно это только один из вариантов записи потенциалов мы можем не использовать вероятности подчеркиваю можем использовать как угодно но поскольку мы там с помощью классификаторов с помощью просто вычисления статистик часто используем вероятности то удобнее всего зависимости задавать именно через те или иные вероятности в зависимости от того какие условия накладываются на потенциалы например на парные потенциалы бывают разные виды марковских случайных полей например бывают метрические марковские случайные поля при задании метрических случайных марковских полей используют токунарные парные потенциалы при этом парные потенциалы должны быть метрикой что это значит что парный потенциал y, it, y, j равен 0, только когда значения переменных равны. Парный потенциал функции при замене переменных не меняется и выполняется правило треугольника. В частности, условие метрики удовлетворяет простая модель POTS. Модель POTS – это штраф за переход между разными метриками. То есть потенциальная функция двух переменных y, it, y, j равняется λ, если значения переменных не равны, и 0, если значения переменных равны. То есть мы повышаем энергию нашей системы и, соответственно, снижаем ее общую вероятность, если значения соседних переменных разные. Теперь рассмотрим более практический случай. Сейчас у нас в марковском поле все переменные были случайны. Однако в жизни у нас как бывает? Часть переменных у нас наблюдаются, часть переменные у нас скрытые. Обозначим к прежнему скрытые за y, а наблюдаемые переменные, например, цвета пикселей изображения, отметим как x. Ясно, что между ними есть зависимость, и совокупность переменных y и x образует тоже марковское случайное поле. Тогда подход, оценка максимальной апостерерной вероятность над марковским случайным полем заключается в том, что мы будем максимизировать апостерерную вероятность по правилу Байеса. То есть нам нужно максимизировать вероятность распределения y, обусловленную x. По правилу Байеса мы его можем расписать как правдоподобие наблюдения x при значениях переменных y, умноженное на вероятность такой конфигурации переменных y. Соответственно, для того, чтобы получить максимальную апостерерную оценку, мы подставляем формулу Байеса, p от x у нас получается константа, потому что переменные мы наблюдаем. Соответственно, максимум апостерерной оценки это будет максимум произведения правдоподобия на вероятность распределения переменных y. Соответственно, правдоподобие задает, первая вероятность задает правдоподобие разметки по данным, p от y задает априорные ограничения на конфигурацию меток. Вот эти априорные ограничения, совместное распределение p от y, мы можем вычислить, воспользовавшись нашей моделью маркерского случайного поля. Сейчас посмотрим пример. Как раз пример для сегментации. Вот у нас пусть x это яркости пикселов изображения, или цвета пикселов, а y скрытые переменные. В нашем случае это метки сегментации. То есть y принимает значение только 0 или 1. Построим следующее марковское поле. Каждому пикселю мы сопоставим свою переменную x и свою скрытую переменную y. Будем считать, что скрытые переменные у нас зависят друг от друга, и каждая скрытая переменная зависит от цвета соответствующего пикселя. Тогда для того, чтобы найти, воспользуемся нашим MAP-MRF подходом для оценки наиболее вероятной конфигурации скрытых переменных, то есть фактически для оценки задачи сегментации. Распишем поиск R-максимумов как минимум логарифм правдоподобия x про y минус логарифм распределения p от y. Из выбранной конфигурации графа мы получим следующее. Что поскольку у нас зависят только попарные переменные, то логарифм совместного распределения переменных, логарифм правдоподобия x по y мы можем расписать как логарифм произведения попарных зависимостей, попарных правдоподобий переменных x и t от y к и t, и взяв логарифмы, как сумму логарифмов правдоподобий. Логарифм правдоподобия распределения переменных y мы можем задать через сумму потенциальных функций на ребрах графа. Соответственно, задача оценки постериорного распределения наших меток у нас сведется к задачу минимизации вот такой функции или такой энергии. Это правдоподобие мы можем каким-то образом определить по изображению, а это будут штрафы. Это, соответственно, эти переменные будут соответствовать нашим мануарным потенциалам, эти будут соответствовать нашим парным потенциалам. В нашей задаче сегментации, то, что Байков и Джоли вначале предположили, в качестве признака мы будем использовать только цвет. Цвет мы будем моделировать с помощью нормального распределения. Пользователь отметил какие-то пикселы. Эти пикселы используются для вычисления нормального распределения цвета или смеси нормальных распределений. То есть мы выделили, получили статистики. Можем посчитать и ненормальное распределение, а гистограмму. Но для простоты пусть будет нормальное распределение. Тогда у нас есть нормальное распределение для фона, нормальное распределение для пикселов объекта. Тогда правдоподобие XY при условии, что это переменная фона, будет фактически из нормального распределения E в степени минус и на стандартную для Гаусса, для нормального распределения дробь. При Y1 мы используем то же самое, но модель цвета, сигму и средний цвет, мы будем брать уже из вычисленных для объекта. Вот получили потенциалы для объекта. По модели POTSA зададим штрафы, то есть будем пенализировать смену меток, то есть фактически длину границы. Общая наша энергия или максимальное правдоподобие можно расписать вот в таком виде. Как поиск минимума энергии потенциальных функций, где унарный потенциал задается с помощью нормального распределения, парный потенциал это штраф по модели POTSA. Эта энергия очень эффективно минимизируется с помощью разрывовых графов, о чем мы дальше поговорим. Недостатком этой модели является то, что у нас парные потенциалы никак не зависят от изображения. Сейчас они зависят только от конфигурации меток. То есть если у нас мы поставили границу на однотонном фоне или мы поставили границу на резком крае изображения, пенальти будут одинаковы. Это явно неправильно. Тем не менее, такое сглаживание с помощью MRF уже позволяет улучшить результат. Вот, например, мы взяли корову, помазали какие-то пиксели на корове и на желтом фоне. С помощью цветовой сегментации мы могли бы получить вот такую картинку. Если мы воспользуемся MAP-MRF подходом, то есть сгладим разметку, у нас получится вот такая более сглаженная граница. Для того, чтобы учесть зависимость потенциальных парных потенциалов от изображения, нам нужно воспользоваться другим вариантом марковского поля, который называется условное случайное поле. Какая у него идея? Давайте перейдем от вот такой конфигурации, когда у нас каждая скрытая переменная метка зависит от только одного пикселя, к такой конфигурации. Когда в нашем марковском поле все скрытые переменные зависят друг от друга, но все эти переменные, каждая из этих переменных глобально обусловлена всеми наблюдаемыми данными. То есть перейдем от совместных вероятностей к условным вероятности и дадим определения практически аналогичные определениям для марковского случайного поля. То есть случайное поле Y назовем условным случайным полем, обусловленным наблюдаемыми переменными X, заданными на графе G, если для каждой случайной переменной Y выполняется условие марковости. То есть условное распределение переменной Y и T, обусловленной всеми остальными переменными Y и всеми данными X, равняется условной вероятности распределения переменной Y и T, обусловленной только ее соседями и, опять же, всеми данными. То есть в данном случае эта переменная должна быть обусловлена вот этими двумя соседями и всеми данными. Точно так же, как и для марковского случайного поля, можно построить эквивалентность условного случайного поля и поля гипса, но только, опять же, потенциальные функции у нас будут теперь обусловлены переменными x. И задача максимизации условного распределения случайных переменных поля y обусловленных данными x будет сведена к задаче минимизации суммы потенциальных функций, причем все потенциальные функции обусловлены данными. То есть у нас правдоподобие исчезло, получивались напрямую апостерерные вероятности от данных. В случае сегментации изображений энергия наша будет выглядеть следующим образом. У нас унарные потенциалы будут тоже зависеть от цвета изображения, те же самые модели, но теперь парные потенциалы будут зависеть от контраста изображения. Мы добавляем к модели вероятности постца, фактически к штрафам, зависимость от контраста. То есть если унарный потенциал это распределение цветов, то теперь мы вычислим еще и градиенты изображений и будем штрафовать переходы между метками, то есть фактически границу сегментации, обратно пропорционально градиенту изображения. То есть чем градиент выше, тем штраф за переход между переменными будет меньше. И благодаря этой общей энергии и общей оптимизации мы можем найти некоторую оптимальную комбинацию унарных и парных потенциалов. Это и есть полностью алгоритм Interactive GraphCats, то есть формулировка алгоритма GraphCats. Соответственно, вероятность принадлежности пикселов фону или объекту в нем считается через гистограммы, причем в исходном варианте только через гистограммы яркости, без гистограммы цветов. Парные потенциалы были штрафы за слабоконтрастные границы, то есть штраф пенализировался разницей пикселов, градиентом. Вторая часть интерактивных графкатов это, собственно говоря, оптимизация. Как нам найти минимум вот этой функции энергии? Как следует из названия графкаты или разрезы графов, найти минимум этой энергии мы можем с помощью разрезов графов. Об этом чуть подробнее поговорим после перерыва. Элементарный это Magic Wand, а это, к сожалению, ключевое понятие, на котором весь современный компьютер Vision построен. Сейчас еще очень много надуманных вещей, таких использований. В смысле? В смысле какие? Функцию энергии определяем через вероятность. Это не надуманное. Это вот есть действительно ключевая теорема. Она очень важная. Она говорит как раз о том, что если у нас выполняется вот это условие марковости, то есть мы можем убрать все зависимости от всех переменных, сделать только локальные зависимости, тогда совместное распределение мы можем описать только через вот эти попарные потенциалы. Вот это вот, ну, логарифт, ладно, там вот любую функцию, наверное. Потому что в скорбках, вот это не знаю, а почему не ерит просто написать там. Где? Или не ерит в квадрате. Или не ерит в квадрате. Или не ерит в квадрате. А здесь мы, вот тут, тут уже пространство. Ну и ерит бывает только 0 или 1. Как раз, вы не понимаете? Что? И ерит бывает только 0 или 1, правильно? В нашем случае сегментации, да. А ничто не мешает нам? Нет. Ну, в случае монтирования, да. Но проблема дальше будет с минимизацией. В случае монтирования должен быть 0 или 1, но в целом-то нельзя. В чем, как бы, общая схема метода? Мы берем любую задачу, в которой у нас есть зависимости между переменными. И говорим, что вот у нас есть такие-то переменные. Дальше, вот у нас эти марковские поля будут в каждой лекции. И это самый важный момент, который нужно общей идеей понять. Вот мы определили какие-то переменные. Переменные может быть часто там положение части тела человека на картинке. Чего угодно. Мы говорим, что вот мы подумали и сказали, что мы думаем, что есть вот такие вот зависимости. Ладно, если это человек... Где у нас тут есть? Ну, пусть треугольная, пусть вот такая решетка, неважно. Мы можем ее задать произвольным образом. Пусть вот такая вот решетка. Теперь, вот это все некоторые переменные. Мы сказали, что мы из каких-то других соображений можем наложить на эти переменные ограничения. Вот как на значение самой переменной, так и на совместное значение переменных. В случае сегментации мы как раз говорим, что если у нас есть модель цвета для объекта и для фона, мы можем задать для каждой переменной вероятность, правдоподобие, например. Зависят? Ну, действительно, должны как-то зависеть. Если красный цветок на зеленом фоне, значит, если мы видим красный пиксель, значит, скорее этот цветок. К каждому ее значению мы предписываем некую энергию, да? То есть говорим, что один, это значит, так сказать, иная энергия. Такая эта энергия, да, да, да. Если там два, значит, это будет шестнадцать. Да, да, да. А затем говорим так, что посмотрели на картинку и сказали, что если мы проводим сегментацию, то мы как-то хотим оштрафовать переходы. То есть вот нам не нужно, по цветам у нас плохо. Сейчас пока без переходов, пока я сейчас хочу понять вот этот вопрос. То есть мы даем, да, предположим, что мы же увидим вот эти переменные, я даю энергию в зависимости от того, что там нам разметил пользователь, правильно? Да, да. Значит, если пользователь в этом месте не разметил, вот прям конкретно, то нам все равно, по идее, какого она будет, 0 или 1. Нет, нам не все равно. У нас есть цвет пикселя. Мы по известно... Как вообще метод работы? Первое. Мы оценили параметры по размеченным пикселям. Разные зависимости от цвета. Да. Похоже на синий. Да. В принципе, ничто не мешает нам это обучить заранее. Мы можем, например, сделать алгоритм сегментации неба. Нет, все, я тут я понял. А теперь пара у нас... Пару у нас это что? Мы даем, чтобы они были похожи, если они... Да, мы теперь хотим... Если они сильно различаются, мы не хотим, чтобы они были похожи. Да, мы сидим, думаем и говорим, окей, мы хотим штрафовать такую... У нас вот эта идея очень хорошая, мне тоже нужно, как минимум, аппаратский полярку, это идея сам хорошая. Значит, даем штрафу, просто определяем сумму штрафа. Страфы за похожие, штрафы за похожие, штрафы за парами, штрафы за тройные, штрафы за четверные, штрафы за единичные. Да, да. Зачем нам нужно вот это е в степени и прочее? У нас есть, получается, у нас задача... Нам нужно определить значение всех переменных, а их, например, миллион. Причем так, чтобы общий... Одновременно, да. То есть надо минимизировать некую функцию? Да. Да, да. И вот этот алгоритм... Да. И мы как раз... Нет, алгоритм мы... Алгоритм мы еще не пропустили, потому что он как раз сейчас должен быть. Надо найти с учетом, то есть надо минимизировать какую-то энергию. Да. Мы опять, что мы здесь показали? Мы показали, что мы можем общую вероятность, общее правдоподобие или просто общую энергию задать в виде суммы штрафов. Ну, фактически. То есть мы свели задачу к тому, что если мы задали только унарные потенциалы и парные потенциалы, мы можем... Ну, мы свели задачу... Мы пытались научно объяснить, почему именно штрафы, такая замечательная. Да. То есть, ну, в основном, почему она связана, почему она связана с вероятностью. А дальше есть вторая половина сообщества, которое занимается тем, что придумывает алгоритмы оптимизации таких энергий. В которых есть тоже важные связи. Да, да. Так, возвращаемся. А как здесь разметка, как участвуют эти функционеры? Разметка, как участвуют эти функционеры? Ну, как? Вот мы... Где вот эта функция? А она участвует... Окей. Очень просто. Например, пользователь выделил какие-то области на изображение. Сейчас, где у нас человек? Вот. Человек разметил области, какое-то множество пикселов. Мы посчитали гистограмму яркостей в пикселах фона и свою гистограмму яркостей в пикселах объекта. Получили две гистограммы. Нет, здесь точно. Вот эти пикселы, понятно, мы в них фактически значения зафиксировали. Проблема в том, что нам нужно... Мы что можем сделать? Мы можем зафиксировать значения в них, а далее искать только оптимальную конфигурацию переменных остальных, чтобы штрафы были минимальные за переходы. Один вариант, пожалуйста. Но почему бы нам не использовать еще информацию о цвете, которую пользователь выделил? То есть обычно мы считаем, что объекты все-таки по цвету отличаются. Ну, здесь вот цветов здесь так вот не получится. И на человек с нейтральным уровнем, на человек только трех цветов. По руки, так сказать, где-то его волки там... Тем не менее, это... Это вот сейчас. Это как вот с этим попугаем. Вот на попугая разметили, там провели по попугаю мазок. Понятно, что если мы просто отметим, например, на попугая черный кусочек, то это не будет большим количеством информации. Но если мы на попугаю проведем линию вот так вот, раз провели так линию, и на зеленом фоне провели линию вот так вот, точно границу мы не выделяли. Мы сделали достаточно легкую операцию. Мазка по... Далеко от границы. Это сделать достаточно легко. Вот это данное правдоподобие? Да. Это просто график чего? Это график правдоподобия того, что данный пиксель является по цвету, похож на пиксель попугая. По гистограмме, да. Если мы сравним, вот для каждого пикселя мы возьмем значение из гистограмм, да, 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 только по цвету. То есть если мы возьмем по цвету, то у нас получится вот такая карта. В принципе, дальше эту карту мы можем, например, сегментировать порогом и сказать, что там, где вероятность больше 50%, там будет попугай. Но при этом возникнет много шума. Часть пикселей в нем... А бинарный член это что? А бинарный член это контраст. Ну что это за картинка? Что означает черное, а что значит цветное? Ну, черный, это штрафы. Черное, это означает, что штрафы здесь будут маленькие. Штрафы будут на это время? Да, да. Если, да, если... Да, эта картинка строится порогом. То есть здесь один пиксель, но порогом. Да. Теперь нам нужно объединить, как-то выстроить, вычислить значение нашей разметки, так, чтобы объединить эту информацию и эту информацию в одной функции. То есть весь подход на основе маркерских полей, он такой. Мы для всей совокупности определяем наши переменные, которые в задаче нужно сделать, вычисляем от них какие-то локальные зависимости, выдумывая их часто из головы. Некоторые зависимости мы можем обучить. Например, как мы на следующей лекции будем говорить, унарные потенциалы часто это выход классификатора. То есть, например, классификатор сработал, дал вероятность того, что здесь находится лицо 50%. Вот унарный потенциал получился такой. А затем как-то навернули другие зависимости между собой. Так, возвращаем. А вы не пропустили алгоритмы, в какой-то следующий плане? Нет. Это просто здесь задание потенциалов. То, что мы задали унарные потенциалы как вероятности яркости пикселов для объектов и для фонов. И то, что парные потенциалы задаются как штрафы. Они задаются обратно пропорционально контрасту изображения. То есть, все. Теперь вторая часть — это, собственно, оптимизация энергии. Для оптимизации энергии заданной в виде унарных и парных потенциалов на графах придумали целую кучу алгоритмов. Второе, наверное, главное достоинство работы Байкова и Джоли — это их использование хорошего метода разреза графа. В чем дело? Сформируем специальный граф, направленный. Пока просто рассмотрим задачи. Каждому ребру этого графа присваивается вес. Это пропускная способность ребра. То есть, рассмотрим нашу систему как системы трубопровода. То есть, у нас в графе выделены две вершины. Исток S неисходный, фото исток. Исток S, исток T. Мы из S льем некоторую жидкость, она по системе трубопроводов идет, истекает T. Веса ребер — это пропускные способности ребер. Через эту систему течет вода. Стрелочек не хватает. Ну, S, сток T. И стрелочек на ребра. Стрелочки из S идут к решетке? Ну да. Нет, вообще стрелочек на ребра не хватает. Для направленного графа мы не имеем. Ну, окей, хорошо. Мы нарисуем. Я в следующий раз нарисую. Соответственно, потоком на графе будем называть функцию, определенную на ребрах, которая удовлетворяет следующим условиям. То, что поток больше или равен нулю, значение потока для ребра меньше, чем пропускная способность. И последнее условие, по-моему, условие неразрывности потока, что фактически означает, количество воды, которая вливается в вершину, равно количеству воды, которая из нее уходит дальше. Для всех вершин. То есть вода нигде не теряется. Величиной потока мы можем назвать количество воды, которая вытекает из истока. Соответственно, на такой сети возникает естественная задача максимального потока. Задача найти, сколько максимальную пропускную способность этой системы. На пятом курсе ВМК все изучают теорию игр, где подробно расписываются алгоритмы вычисления максимального потока. Вводится еще одно понятие на графе, а именно разрез. Разрез — это разбиение вершин графа сети на два непересекающихся подножества, такие, что в одно подножество попадает вершина, сток, в другое подножество обязательно попадает сток. Величина разреза — это сумма висок всех ребер, которые разрез пересекают, то есть которые начинаются в одном подграфе и заканчиваются в другом подножестве. Есть фундаментальная теорема Форда-Фолкерсона о том, что величина максимального потока равна величине минимального разреза графа. Я не буду показывать, как она доказывается. Но интересно следующее, то, что Байков в своей работе показали следующую вещь. В том, что мы можем задать граф специального вида для изображения таким образом, чтобы задача вычисления минимального штрафа соответствовала задаче вычисления максимального потока или минимального разреза в графе. Причем линией сегментации будет как раз линия минимального разреза. Что мы делаем? Мы выделим две вершины исток исток или здесь не столь важно. Допустим, исток сделаем так. Каждому пикселю изображение сопоставляем вершину графа и выделяем две отдельные вершины исток исток или наоборот я путаю. Что? Да, мы создаем граф, состоящий из у которого состоит из трех уровней вершин наверху и внизу по одной специальной вершине исток исток остальные это вершины соответствующие пикселям графа. Вершина исток исток соединены со всеми вершинами остальными вершинами но не напрямую друг с другом. то есть они соединены со всеми пикселями в графе. Мы специальным образом зададим пропускные способности всех вершин. Затем вычислим на этом графе минимальный разрез и он будет соответствовать сегментации и минимуму энергии. Задавать веса мы будем следующим образом. Веса ребер соответствующих пикселях ну то есть соседним пикселям изображения мы будем задавать пропорционально штрафу. То есть задавать штрафу. Ребра которые соединяют пиксел со стоком истоком мы будем задавать так. Если этот пиксель например для истока если этот пиксель опять же пусть это будет сток это исток если это пиксель помечен был пользователем как пиксель объекта тогда опять наоборот окей сейчас я соображу что где здесь окей здесь фон нулевая пропускная способность хорошо исток исток для вершин соединяющих исток с пикселями изображения если этот пиксель помечен он был пользователем как фон тогда пропускная способность этого ребра равна нулю если этот пиксель помечен как пиксель объекта тогда пропускная способность этого ребра задается как очень большая константа то есть мы бы задали что здесь максимальный поток то есть мы можем пропустить любое неограниченное число воды через эту точку этим мы убедимся в том что это ребро никогда не будет разрезано потому что поток там максимальный а остальные веса остальных ребер соединяющих исток и пикселей мы зададим пропорционально принадлежности фону для стока мы зададим наоборот если этот пиксель помечен как пиксель объекта значит пропускная способность этого ребра ноль если пиксель помечен как фон значит пропускная способность этого ребра И для всех остальных пикселей мы, опять же, возьмем пропорционально принадлежности объекту. Вот, зададим таким образом. Теперь можно показать, что минимальный разрез в таком графе минимизирует энергию, нашу заданную энергию. То есть мы разрежем только оптимальные ребра. Плюс такой формулировки задачи. В том, что задача определения максимального потока, методы награждения максимального потока, находят точную верхнюю грань. Ну, то есть находит максимальный поток точно. Раз он находит минимум энергии, значит, мы находим глобальный оптимум нашей энергии. Раз мы нашли глобальный оптимум, значит, мы находим наилучший разрез, исходя из наших штрафов. Причем мы можем делать это достаточно быстро. Бойков уже в другой работе вместе с Калмагоровым показали, что когда парные потенциалы, например, заданы метрические, удовлетворяют, на самом деле, более простому условию регулярности, тогда представление нашей сети в виде вот такого графа и использование разрыва за графа позволяет найти глобальный минимум энергии. Нелинейный, но он дает глобальный оптимум. Нет, нет, а просто написано, что сложность в исходе. Да. Ну, так скажем, на практике можно показать, что алгоритм Бойкова и Калмагорова, основанный вот на дополняющих путях, он эмпирически с увеличением, его сложность с увеличением размера изображения растет близко к линейным. Видимо, связан с тем, что графа в виде решетки. Он задан в виде решетки, и изображение – это все-таки специфическая структура. Если бы у нас было не изображение, а что-то очень сложно связанное, метод Бойкова и Калмагорова работал бы хуже. Вот к нам на факультет на прошлой неделе приезжал Эндрю Голдберг из Майкрософта. Он представлял свой новый алгоритм тоже вычисления максимального потока на таких же задачах с решеткой. для хороших потенциалов. Но в отличие от задачи Бойкова и Калмагорова, точнее от алгоритма Бойкова и Калмагорова, у него есть теоретически обусловленная сложность алгоритма. И на практике его алгоритм работает на 20% быстрее, чем алгоритм Бойкова и Калмагорова, а в некоторых задачах и в 10 раз. Собственно говоря, он приезжал для того, чтобы выяснить, чтобы кто-нибудь потестировал его алгоритм на разных задачах. и для... 20% это не тема для обсуждения с точки зрения сложности алгоритма. То есть это просто вопрос о том, как здоровье алгоритма? Естественно, но я говорил. С точки зрения обсуждения... С точки зрения... У них хорошая реализация внутренняя, точно. С точки зрения... Если кто сделает быстрее, он будет большой молодец. Из-за того, что алгоритм разрезов графов находит глобальный оптимум, он очень широко используется в разных задачах. Есть куча задач, где он используется. То есть его с оптимизировали так, как возможно. Его проблема была то, что он теоретически... Его с теоретической верхней границей его сложности не была найдена. То есть не знали, как он работает. На задачах компьютерного зрения он работает достаточно быстро. На других задачах не очень. Почему? Хрен знает. Так работает и все. Сейчас, 10 лет спустя, сделали новый алгоритм, у которого есть теоретическая верхняя граница, достаточно хорошая. И имеющаяся реализация работает быстрее, чем хорошая реализация метода Байкова и Калмогорова. В среднем процентов на 20 быстрее. В некоторых задачах то 10 раз быстрее. Еще скажу, что Калмогоров сделал хорошую библиотеку, в которой реализовал свой алгоритм. И ее так и называют Калмогоров с колд. То есть она очень широко используется. Если в задаче используется разрез графов, можно быть практически уверенным, что она решена на базе библиотеки Калмогорова. То есть вот есть некоторая стандартная реализация. Они ее улучшили. Там есть работы по ее улучшению, реализации этого алгоритма. Но если кто-то сможет сделать еще его в два раза быстро, поменяв переменные стэки, все ему будут жутко благодарны. Это вот техническая проблема. Почему ему дополнительно будут жутко благодарны? Алгоритм Байкова и Калмогорова работает только для случая бинарных меток. Если у нас метки 0,1. Но у нас постоянно возникают задачи, когда меток гораздо больше. Например, если мы несколько мазков хотим сегментировать изображение не на два объекта, а на четыре, то нам нужно оптимизировать уже больше меток. Как в этом случае находить энергию? Для нахождения энергии на случай нескольких меток предложено два алгоритма. Один алгоритм работает в тех случаях, оба из них работают, когда есть только унарные и парные потенциалы. Отличие тогда, какие условия накладываются на унарные и парные потенциалы. Если потенциалы как метрика, тогда работает один алгоритм, как полуметрика, то другой алгоритм. Полуметрика отличается от метрики тем, что в ней не выполняется неравенство треугольника на графах. На чем основаны алгоритмы? Пусть у нас имеется... Сейчас, я здесь определение. Определим, что такое разбиение изображения. Разбиение изображения — это фактически разбиение его на несколько непересекающихся множеств по меткам. То есть мы разбиваем изображение на набор PL, где L из имеющегося списка, таких, что у каждого PL все пиксела имеют метку L. Пусть у нас альфа и бета метки, тогда изменение разбиения P на новое разбиение P' называется альфа-бета заменой. если все остальные разбиения не меняются для всех меток, не равных альфа и бета. То есть мы заменяем, можем заменить метку альфа на метку бета, метку бета на метку альфа, все остальные метки не трогаем. То есть выделяем только те части изображения, которые метки альфа и бета, а остальные не трогаем. Альфа-разбиение это очень похоже на альфа-бета замену, но следующее, разбиение P' на текущем шаге является подножеством разбиения альфа на следующем шаге, а разбиение для всех остальных меток на следующем шаге являются подножествами разбиения для текущего шага. По-простому, неформально. Это означает, что альфа-расширение мы можем заменить любую другую метку на альфа. И все. То есть вот простая операция. Мы смотрим на изображение, выбираем какую-то часть мета, которую заменяем на альфа. На основе альфа-бета замены и альфа-расширения сделаны два итеративных алгоритма. Работают они так. Начинаем с некоторой произвольной маркировки, затем выбираем для каждой пары меток альфа и бета, находим оптимальную альфа-бета замену. То есть решаем теперь бинарную задачу. И так повторяем до тех пор, пока энергия уменьшается. То есть мы фиксируем две метки и находим оптимальную альфа-бета замену, чтобы энергия уменьшилась. Затем берем другие две метки и снова все повторяем. А альфа-замена такая. Мы берем текущую метку альфа и находим альфа-расширение, при котором уменьшается энергия. То есть почему эти алгоритмы эффективны? Потому что альфа-расширение и альфа-бета замена это фактически бинарная разметка. Мы должны теперь для всех пикселей изображения пометить, проводим мы в них альфа-замену или не проводим альфа-замену. Так, чтобы энергия уменьшилась. Поскольку это теперь бинарные метки, то мы можем использовать граф-кат для этого, то есть разрез графов. Поэтому если у нас имеется задача с дискретным набором меток, то мы ее можем решить с помощью альфа-расширения, несколько раз применив разрез графов. Поэтому чем быстрее разрез графов будет, тем быстрее задача решится. Поэтому я говорил, что замена ускорения на 20% это достаточно серьезная вещь. Потому что если у нас меток 256, тогда алгоритм минимум 256 раз применит граф-кат к изображению. Ну и в общем можно показать, что альфа-замена находит достаточно хорошую ошибку, не находит глобальный минимум, но ухудшает его не более чем в 2 на k раз, где k можно посчитать через потенциальные функции. Этот метод линейный по k, то есть с увеличением количества меток, мы линейно увеличиваем. И пару лет назад появилась его улучшенная версия, которая зависит логарифмически от k, то есть работает быстрее. Чем больше меток, усложнение происходит по логарифму, а не линейно. Вот два примера метрик и полуметрик. То есть, например, модель Pozz'а это метрика. Если мы будем брать минимум, то есть фактически обрезать по порогу расстояние между метками, то это тоже будет метрика. Если мы будем обрезать по порогу квадрат разницы между метками, тогда это уже будет полуметрика, и альфа-расширение мы использовать не можем. Можем только альфа-бета-замену. На практике показывается, что альфа-расширение работает существенно лучше альфа-бета-замены, поэтому желательно стараться воспользоваться метрикой. Дальше разрезы графов совершенствовались, и сейчас они считаются одним из основных подходов к интерактивной сегментации изображения. Причем развитие разрезов графов проходило в основном в Майкрософте по каким-то причинам. Наверное, это было связано с тем, что Майкрософт задумывался над созданием собственного редактора изображений аналогичного фотошопа. Он даже купил одну из компаний, которая делала профессиональный редактор аналог фотошопа, выпустили его демо-версию, в которой были интегрированы многие из их наработок, но в конце концов решили не выходить на этот рынок, потому что фотошоп стоит очень дорого, им пользуются в основном профессиональные фотографы, они очень консервативны. Это первая причина. Вторая причина, что качество интерактивной сегментации, которая делается всеми этими методами, оно высокое с точки зрения пользователя, но совершенно недостаточно для профессионального фотографа. Профессиональному фотографу эти мелкие дефекты все равно исправлять ручками. И оказывается, что время, которое затрачивает фотограф на редактирование того, что у него получилось автоматически, доведение до высокого качества, оно сравнимо с тем, что ему приходится затратить, если он все будет делать руками. Именно поэтому всякие средства автоматизации очень с большим трудом проникают в профессиональные области деятельности для обработки изображений. И сейчас до сих пор большая часть всех трехмерных фильмов, точнее, из обычного двухмерного фильма в трехмерный вариант переводится руками. То есть уже появились какие-то средства улучшения, которые позволяют ускорить, но все равно каждый кадр приходится руками редактировать. Первый подход к улучшению интерактивной сегментации был основан на пересегментации изображения. То есть одним из основных недостатков разрезов графов была все-таки скорость. То есть работали они достаточно быстро, но в начале двухтысячных эта скорость была недостаточной для того, чтобы можно было редактировать изображение интерактивно. Размечаешь и проходит там пара десятков секунд, прежде чем картинка сегментируется, что не очень приятно, если картинка достаточно большая. надо как-то ускорить, снизить размерные задачи. Как мы можем снизить размерные задачи? Первая идея работать не с отдельными пикселами, а с группами пикселов. То есть сделать некоторую автоматическую сегментацию и задать вершины нашего графа уже на суперпикселях. Таких вершин будет в несколько десятков раз меньше, ну а значит скорость пропорционально будет больше. Вот так они собственно говоря и стали делать. Затем после того, как разрез находится, они пиксельную линию приближают ломаной, для того, чтобы пользователю было проще ее редактировать. для сегментации изображения они применили метод watershed или водостока. Как я показывал на прошлой лекции, метод достаточно быстрый, но сейчас не самый качественный. Но на тот момент этот метод был хорошим компромиссом. Вот пример регионов, которые он строит, как они примерно выглядят. На каждом регионе определяется вершина графа, они соединяются с ребрами и на них задается энергия. Видно, что здесь уже немножко сложнее задавать штрафы, потому что нам приходится оценивать границу между сегментами, а не просто между соседними пикселами. Поэтому скорость получилась лишь в 10 раз быстрее, а не несколько десятков раз быстрее. Вторым дополнением было учет не только яркости, но и цвета. В алгоритме Байкова и Помогорова использовались только яркости изображения. Для того, чтобы цвета можно было использовать быстро, что делали? На размеченных пользователям областях строилась выборка цветов, она кластеризовалась с помощью метода К-средних на 64 кластера. вероятности считались как соотношение близости цвета данного пиксела к ближайшим кластерам соответствующим объекту и соответствующим фонам. То есть такой ускоренный вариант. После того, как граф был построен, пользователю предлагалось несколько инструментов для уточнения этого графа, которые работали быстрее. Например, у него была специальная кисточка, которая мог пометить область, где разрез нашелся неправильно, и разрез вычислялся уже вот в такой маленькой узкой области. То есть считалось, что он должен начинаться здесь, заканчиваться тут, а вот в этой полосе мы быстренько вычисляем разрез. Следующим алгоритмом, почти вскоре появившимся, который еще смог улучшить подход на основе интерактивной сегментации и разрезов графа, это алгоритм GrabCut, который сейчас достаточно широко используется и уже реализован в продуктах. И сейчас это один из самых эффективных методов сегментации изображения, такой интерактивный. В чем его ключевое отличие? По патентам раньше семена объекта задавались в виде мазков. Мазков было много и мазки не самые интуитивные, что приходилось задавать. В GrabCut решили использовать в качестве основного примитива для сегментации объектов ограничивающий прямоугольник. То есть пользователю нужно было просто выделить иском объект ограничивающим прямоугольником и затем выполнялась сегментация. На практике получается чуть-чуть хуже, чем показано в примерах. Это можно будет увидеть и продемонстрировать. Как алгоритм GrabCut работает? Он также основан на разрезах графов, также при этом считает цвета, учитывает цвета, но вместо того, чтобы посчитать цвета один раз и затем их использовать для разреза, он использует итеративное обновление цветов. Как это происходит? Пользователь выделил рамкой объект, который он хочет сегментировать. Допустим, это ярко-красные цветы с желтой частью. Что происходит? Вычислим модель цвета внутри этой области и вне этой области. Для вычисления модели цвета опять же используем k-средних. Получится несколько кластеров цветов. Эти кластеры цветов позволят нам задать для каждого пикселя унарный потенциал, близость его по цвету к фону или близость его по цвету к объекту. Применим разрез графов, получим уточненную границу. Затем снова обновим эти статистики, пересчитаем их, снова применим разрез графов и так будем повторять несколько раз, пока разрезы не перестанут изменяться, пока сегментация не улучшится. Для этого изображения это выглядит примерно так. Вот отсегментировали один раз, граница стала более тонкой, более точной, проходит по концам, общая энергия уменьшилась. Пересчитали статистики цветов, видно, что здесь зеленого осталось совсем мало. в основном красное, но чуть-чуть еще есть. Значит, теперь красным пикселям будет даваться больше вес, а снаружи, поскольку там совсем красного нет, а много зеленого, там, соответственно, вот эти все кусочки будут иметь более высокую вероятность принадлежности фону. Пересчитали, снова применили разрез графов, получили уточнение. Общая энергия уменьшилась. Так повторяем несколько раз, пока энергия не станет уменьшаться слишком незначительно. Вот оказывается достаточно несколько итераций в среднем для картинок для того, чтобы результат сошелся. Вот пример, как меняются кластеры цветов для этого же тестового изображения после итераций. Вот распределение кластеров в пространстве цветов в начале. Видно, что кластеры объектов достаточно пересекаются сильно с кластерами фона. После нескольких итераций видно, что кластеры цветов объекта и цветов фонов уже разошлись. Между ними есть пусть тонкая, но граница. Понятно, что это достаточно хороший пример, но тем менее, такая ситуация возникает достаточно часто. Вот несколько примеров сегментации достаточно простых, когда объекты по цветам хорошо отличаются от фона. В сложных ситуациях алгоритм работает похуже, но тем не менее тоже работает. Например, на этом изображении часть хвоста закамуфлирована, она очень похожа по цвету на кораллы. И метод естественно ошибается и отсекает часть хвоста, потому что граница достаточно резкая. Если у нас структура очень тонкая, очень много резких границ, то минимизация энергии приводит к тому, что мы находим подобие выпуклой оболочки нашего объекта. Потому что делать очень сильно изрезанную границу значит ее увеличивать и увеличивать количество штрафов. Ну и если наш объект контрастный, но накладывается на некоторые другие контрастные объекты фона, то выделение его прямоугольной рамкой с точки зрения метода не позволяет отличить. Эти белые области должны принадлежать объекту или принадлежать фону. Если мы посмотрим снаружи, то снаружи рамки этих белых частей практически нет. Поэтому они будут выделены объектом. Если мы выберем более точную границу, не прямоугольную рамку, а вот такая вещь, то теперь существенное количество белых объектов покажется в фоне и сегментация пройдет достаточно точно. Но при этом видно, что очки пловца все равно выделяются как фон. Потому что в фоне очень много темного, а у пловца из темного лишь очки. То есть тоже есть некоторый недостаток. Вот проведенное авторами сравнение своей, то есть старой реализации с интерактивной сегментацией обычными разрезами графов показало их существенное преимущество по объему взаимодействия. Сейчас будет демонстрация, сколько нужно нанести мазков для того, чтобы сегментировать эту ламу достаточно точно и какие получаются ошибки. После первых двух мазков у ламы пропали часть пикселов, общая ошибка составляет меньше 2%. Мы постепенно добавляем мазки, увеличиваем точность сегментации, но нам приходится делать серию мазков для того, чтобы точность оказалась, точнее ошибка оказалась меньше 1%. Вот общее количество мазков, которые необходимо задать для того, чтобы получить ошибку меньше 1%. Здесь не учитывается даже расстояние до мазка. Да, здесь не учитывается. Если бы учитывалось еще расстояние, может быть лучше. То есть правильно приближающий мазок зацомерный да, здесь не учитывается. Я навскидку не помню работы, где учитывалось. Можно попробовать сделать, может окажется лучше. И вот они утверждают, что выделением рамкой этой ламы позволяет точно ее сегментировать и достигнуть того же уровня ошибки за одно движение. Когда в свое время мы в 2005 году все это запрограммировали, у нас сегментация работала долго, минуту, а у них в статье написано, что работает секунды. Мы с ними списывались, они сказали, что ну да, они в статье сделали маленькую, не уточнили, что у них на самом деле не просто разрезы графов проводятся, а некоторые их внутренние библиотека иерархических разрезов, они вначале сегментируют картинку низкого разрешения, потом эти потоки переносят как начальное приближение на более высокое разрешение, там уточняют. Но это не описано. и сейчас это реализовано в последнем пакете в 2010 офисе. Вот можно оттегментировать, но лично у меня не получается достигнуть той же точности. Вот сейчас мы где рамка сейчас неправильно вот это надо оттегментировать. А может получится. Делаем удалить фон. О, сходил достаточно неплохо. Причем он сам оценивает, где должна быть рамка. вот сейчас попробуем как-нибудь как в оригинале было. О, получилось так же. То есть было продемонстрировано, что реализация офиса она близка к тому, что в статье задавалось. У меня не на всех картинках это получается достигнуть, но здесь получилось. здорово. Так. Сейчас, иначе мне презентацию испортит. Ну и вот опять же несколько примеров сравнений сложных. Какое количество взаимодействия необходимо для достижения одной и той же точности сегментации на стандартном изображении, стандартной домашней фотографии. Вот есть ребенок, вот сколько нужно намазать магической кисточкой, чтобы его точно сегментировать, при этом все равно есть ошибки. Если нам нужны умные ножницы, делать умными ножницами, то нам придется провести достаточно точно по границам. В разрезах графов нам придется сделать такие мазки. Примерно такие же мазки нам придется сделать и в методе lazy snapping, но это будет быстрее. При грибкате нам достаточно выделить рамку и затем нанести только пару мазков на объекте для того, чтобы уточнить сегментацию. И результат получается одним из самых лучших, похожих на это. Разрезы графов используются очень много где? Даже внутри цифрового фотомонтажа. Например, их можно использовать для того, чтобы вычислить оптимальные линии разреза при стыковке нескольких изображений в один калаш, что очень часто используют. Вот, например, если мы сфотографировали несколько раз одну и ту же сцену, например, хотим получить панораму, а в это время в ней кто-то ходил, ехала машина, то если мы просто смешаем изображение, блоки, у нас получатся вот такие пятна, потому что человек двигался. Однако, если мы найдем какие-то оптимальные линии, здесь они так идут, на самом деле это не совсем оптимальные, ну да ладно, то в каждый фрагмент возьмем из одного изображения, то у нас все изображение будет четким. Вот, например, как показано здесь. Как мы можем использовать разрезы графов? Мы, опять же, можем задать энергию, например, следующим образом. Будем находить линию разреза таким образом, чтобы цвета пикселей одного изображения и второго изображения в области разреза были максимально близки друг другу. Соответственно, будем штрафовать за то, что цвет одного изображения в данном пикселе и цвет другого изображения в данном пикселе разный. Это можно легко запрограммировать с помощью разреза графов. Если мы просто склеиваем два вот таких изображения по прямой линии, вот видна плохая граница. Если мы посчитаем оптимальный разрез, он пройдет вот как-то так, огибая, как чтобы цвета были одинаковые, и сшивка будет незаметная. Мы наложили два изображения, получили некоторую область пересечения, нам в этой области пересечения необходимо найти оптимальную границу разреза. Нет, если окажется что разрезать слева идеально, то он пройдет слева. Просто вот все изображение граница может пройти где угодно. То есть она должна пройти где-то внутри. можно пройти только на местах наложения. Да. Ну мы просто да, естественно, да. Ну, если мы просто накидали панорамы, вот они совместились, мы хотим вычислить. Вот один из примеров. Берем плотик с одного изображения, подключаем его на другое изображение, примерно выделяем, как мы хотим совместить, точнее, просто даже накладываем, вот оптимальный разрез, который нашелся. Получилось. Так можно синтезировать текстуры. То есть если мы возьмем фрагмент изображения, будем его хаотически набрасывать и находить оптимальный разрез, то можно синтезировать текстуру. Если наше изображение снято с перспективой, то мы можем использовать масштабирование, по мере повышения ряда изображения для того, чтобы симулировать перспективу, как сделано здесь. Берется фрагмент людей, он случайным образом размещается по изображению и подбираются параметры перспективного преобразования. Вот генерируется такая толпа. Здесь разрез найти невозможно, хотя они на самом деле есть и люди повторяются. Это уже широко используется. Была найдена фотография во время избирательной кампании Джорджа Буша. Показывали фотографию, где он перед военными выступает в Ираке. И если посмотреть под увеличением, то видно, что солдатики повторяются. То есть было всего 4 человека или нет, 5 человек, которые были затем размножены для всего изображения и это напечатали. Тут в общем все одинаковые. Выглядит хорошо, но дотошная пресса обнаружила. Вот они номерами показаны. Они судя по всему его использовали. То есть поскольку код был выложен, можно было использовать. Пожалуйста. А вот это вот здесь. Да, ну как смогли. Нашли не так сразу, но все равно прикольно. То, что это на практике сразу используют, столько такие вещи появляются. Вот. И очень быстро сделали систему цифрового фотомонтажа, который позволяет делать следующее. Вот. Можно взять, например, несколько фотографий, затем отметить на фотографии кусочки там разными цветами, какие кусочки брать с какого изображения, и система ищет набор оптимальных разрезов, которые оптимально склеивают общую фотографию из нескольких. Если куча людей позакрывала глаза, подвигалась, поулыбалась, это можно поправить. Вот есть видео специально, как это работает. Буду немножко двигать. вот они выделяют, где люди хорошо получились, где не очень хорошо получились. И вот так они оптимально склеили из таких кусочков. Нам нужно было проводить линии на человеки. Вместо того, чтобы выделять, как там показали, нужно было на одной из фотографий указать цветами, каких людей брать с какой фотографии. Вот получилась такая композиция. можно было экспериментировать. Дальше там еще интереснее. Вот например, что можно сделать. Можно взять несколько фотографий одного человека и строить коллажки. Можно копировать других людей. Глаза, конечно, другие подставились. некоторые детали, как они это немножко улучшили, чтобы шивка была более хорошей. Можно также экспериментировать в разных освещениях. Снять один объект и затем сделать композицию. Человек с разных точек освещения одной лампочкой. Затем мы выберем, что это с одного изображения и с другого изображения. Объединим. Нужно получать вот такие страшненькие картинки. Тут показывают примером, откуда чего берется. Это другой пример, когда мы берем несколько изображений с разной глубиной резкости, а затем строим одно общее изображение так, чтобы общая резкость была максимальной, выбирая куски и наиболее плавные переходы. Это достаточно медленно, но тем не менее это позволяет антресс-микроскопу получить общее резкое изображение, когда каждые куски были одинаковые. Еще один пример это объединение панорам. Именно его мы решили выбрать в качестве задания. Собственно, это нужно будет запрогать. Панорамы или коллажики. А это другой вариант, когда мы несколько раз фотографировали одну и ту же сцену и затем убрали с нее провода, можно убрать людей. Несколько фотографий одной и той же сцены с людьми и общий композит, когда все люди исчезли. достаточно удобно.